Друзья, работа студии Российского общества знания на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» продолжается. Напомню, что каждый из вас может стать участником нашего мероприятия и задать свой вопрос гостям студии онлайн. Для этого нужно в чат-трансляции на странице Российского общества знания во Вконтакте, я напомню, vk.com.slash.знания.rush, поставить значок хэштега, написать фамилию спикера и сформулировать свой вопрос. Самое интересное мы обязательно зададим в прямом эфире. Ну и сейчас я с огромным удовольствием представляю нашу следующую гостью Злату Чапурную, основателя команды «Звездный десант», куратора федерального направления «Здоровый образ жизни». Давайте поприветствуем Злату аплодисментами. Добрый день, спасибо, что вы пришли. И такая у нас интересная тема, как ЗОЖ, она волнует многих, потому что ЗОЖ с каждым годом, мне кажется, набирает обороты, все больше становится последователей. Но начать я хотела бы нашу беседу с вопроса о вашей книге. Вы написали книгу «Инструкция по применению», то есть «Инструкция по применению собственного тела». Неужели это настолько необходимая вещь? Мы с этим телом родились, мы с ним проводим все время нашей жизни. И неужели люди не все умеют им правильно пользоваться? Здравствуйте, я рада вас приветствовать на таком очень добром мероприятии этого года. Да, основная моя деятельность заключается в популяризации здорового образа жизни вместе с моей командой «Звездный десант». И тематика здорового образа жизни мне очень близка. Я начала такое более детальное изучение всех аспектов этого направления. И пришла к выводу, что каждому человеку при рождении нужно выдавать инструкцию по применению человеческого организма. Основы физической культуры, здорового питания и духовно-нравственного развития. Потому что я считаю, что это три кита, на которых держится здоровая, счастливая и полноценная жизнь. И название такое провокационное как раз таки направлено на то, чтобы привлечь внимание именно к этой тематике. Да, немногие знают, что нужна утренняя зарядка для того, чтобы подзарядить свою биологическую машину, для того, чтобы была жизненная энергия на воплощение планов, допустим, на этот день. Немногие знают, что нельзя травить себя вредной едой, фастфудом, что нужно заправлять свою биологическую машину качественным топливом, делать вовремя техническое обслуживание ТО, следить за своим здоровьем тем самым. И если проводить аналогию с дорогим автомобилем, владелец какого-нибудь крутого спорткара никогда не зальет в нее дешевое топливо. А так почему же мы иногда в свою многобиллионную, даже миллиардную машину заливаем некачественное топливо? Вот поэтому я описала все аспекты в своем ЗОЖ-пособии. И очень буду рада, если вы также прочтете его и дадите мне обратную связь. Но вы сказали еще об одном ките, духовно-нравственном. В чем заключается вот этот пункт? И что делаем мы не так часто именно касательно этой темы? В первую очередь это доброта, это то, чем мы занимаемся, это созидание в первую очередь. Если мы начнем меняться внутри себя, то и трансформация окружающей реальности также не заставит себя ждать, и те изменения будут настолько стремительными в хорошую сторону, что наша страна станет здоровой, успешной и процветающей. Но а насколько универсальны могут быть инструкции? Знаете, вот как любят говорить, что не бывает универсального какой-то рецепта или там таблетки для того, чтобы быть счастливым, быть успешным. Вот для того, чтобы быть здоровым во всех сферах, неужели есть универсальная инструкция? Нет, конечно. Универсальных инструкций нет, потому что мы все настолько индивидуальны. Для кого-то, я привожу один примет, мед – это целебное свойство оказывает на организм, а для кого-то может быть и смертельным ядом, у кого-то аллергия на него. Также и в тренировках. Кому-то можно бегать, кому-то противопоказано. И вот каждый находит в каждом направлении то, что подходит больше всего ему самому. Мы должны прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он нам обязательно подскажет, какие продукты правильные, подходят ему. Допустим, даже если фрукты говорят, что фрукты очень полезны, но аллергические реакции, допустим, у меня на яблоки бывают, а я их люблю. Соответственно, я их не буду есть, а заменю другим фруктом, бананом или, допустим, виноградом. Также в тренировках. Если нельзя бегать, можно ходить или кататься на коньках, велосипеде, на самокате. Каждый выбирает в каждом направлении то, что больше подходит ему самому. Я знаю многие примеры, даже среди своих знакомых, когда человек, интуитивно пытаясь найти, что ему хорошо, к сожалению, вредит. Даже касательно питания. Человек кажется, что он питается правильно, садится на какие-то диеты, в итоге зарабатывает кучу проблем, а потом долго-долго восстанавливается. Каким образом вообще подбирать себе и тренировки, и питание? Это надо все-таки… Какой должен быть симбиоз между тем, чтобы слышать свой организм и пытаться понимать, что он тебе сигнализирует, и тем, чтобы обратиться, может быть, к профессионалам, которые имеют для этого все компетенции, чтобы подсказать, что надо делать? Конечно. Мало того, прислушиваться к самому себе, нужно еще и читать литературу, слушать авторитетных экспертов. Для меня авторитетный эксперт – это Александр Мясников. Как раз-таки он для меня написал небольшую рецензию моего ЗОЖ-пособия. То, что он говорит, мне это очень откликается. Мне понравилось то, что он сказал, что мясо – это нездоровое питание. И если человек его ест, то нельзя более трех или двух раз в неделю, чтобы не навредить своему организму. Но так как я без него обхожусь уже 12 лет и прекрасно себя чувствую, я понимаю, что это, да, для меня подошло. А кому-то не подойдет, у кого-то начнет меняться химический состав крови. Ее нужно будет потом каким-то образом восстанавливать. И нужно подходить к этому действительно очень осторожно и с умом, и консультироваться со специалистами. Я неоднократно слышала, что люди говорят, я в принципе готов бы выбрать ЗОЖ как образ жизни, но это для меня сложно, потому что, например, это дорого. Это мне недоступно. Есть другой еще вариант тоже возможный, что у человека есть определенные физические особенности, и ему сложно поддерживать физическую активность, он не знает, как это делать. Как быть в таких вот случаях? Я очень люблю этот вопрос, потому что, когда мне начинают говорить, что здоровый образ жизни – это очень дорого, и я люблю развенчивать этот миф, потому что в какой-то период у меня было три клубные карты фитнес-клуб, но я начала заниматься на свежем воздухе, мне это очень понравилось, и эффективность таких упражнений намного выше, чем в помещении. Теперь в тренажерном зале меня очень редко можно увидеть. По поводу дорогого здорового питания – это тоже миф, который развенчан. Самая простая еда – это самое здоровье. Морковь, свекла, картофель, крупы всевозможные. Как раз-таки в ЗОЖ-пособии я описываю свой, допустим, дневной рацион. Утро начинается с каши, причем каждый день она разная. Допустим, сегодня гренчневая с черносливом, с грецкими орехами. Завтра будет ячневая с курагой и с кедровыми орешками. Послезавтра тыквенная с тыквенными семечками и так далее. Можно, допустим, целый месяц делать себе такие разнообразные завтраки. На обед большое количество овощей, зелени и основное блюдо. Вечером я стараюсь что-нибудь полегче. Это какие-нибудь тушеные овощи, но и полдник – это фрукты. И есть такой небольшой у меня лайфхак. Если я очень хочу чего-нибудь сладенького, то обязательно это ем либо на завтрак, либо в обед после основного приема пищи. И перед тем, как съесть кусочек тортика, нужно выпить пару чашечек чая. После этого вы не так много его съедите, и тем самым вы удовлетворите свои потребности вкусовые. А если говорить всё-таки про физические особенности, то у человека есть некоторые ограничения. Как быть, как подбирать себе подходящие тренировки, образ жизни, чтобы он был всё-таки наполнен здоровьем или хотя бы заботой о своём организме? Это если у человека ограниченные возможности? Физические возможности есть. Ну, они тоже бывают разные, поэтому это нужно консультироваться со специалистом, потому что я же не знаю, какая проблема у человека. Если, допустим, он в коляске, то можно какие-то упражнения на руки. Вместо гантелей можно использовать вот такие вот бутылочки, набрать воды и использовать их как такие домашние гантели. Можно обычные приседания, если это позволяет возможность, выпады. Или просто быстрая ходьба. Это тоже физическая активность. Но только не просто обычная прогулка, а немного быстрее, чем вы передвигаетесь. Главный момент, что ограничений на самом деле нет, ограничения только в голове всё-таки. Да, да. При любом исходном состоянии здоровья организма можно найти подходящие условия, чтобы всё-таки здоровье в себе поддерживать. Конечно, да. И, допустим, для того, чтобы размяться и прокачать все группы мышц, для этого нужна ровная поверхность и расстояние ваших вытянутых рук, чтобы никого и ничего не задеть. Поэтому, если вы захотите, мы чуть попозже можем размяться вместе. Обязательно это сделаем. Как бы вначале было сказано, вы основатель команды «Звёздный десант». Звучит так футуристично, супергеройский «Звёздный десант». Что это за команда, что это за проект? Расскажите подробнее тем, кто ещё не знаком с ним. Наша команда «Звёздный десант» — это такие вот звёздные волонтёры, добровольцы, те люди, которым не безразлична судьба России. В нашей команде известные спортсмены, олимпийские чемпионы, телеведущие, актёры, общественные деятели, художники, певцы. И мы собственным примером популяризируем здоровый образ жизни. Но так как здоровый образ жизни — это не только спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек, но и здоровое отношение к людям, к природе, к нашей стране, поэтому мы и организовываем соответствующие мероприятия. В рамках нашего проекта «Спортивная страна. Звёздного десанта» мы организовываем зарядки, тренировки, мастер-классы, забеги. В рамках нашего проекта «Экотропа здоровья» организовываем экологические акции. Это убираем мусор, сажаем деревья. В рамках благотворительных мероприятий мы ездим в детские дома или участвуем в сборе средств для тяжело больных детей. Участвуем в патриотических мероприятиях для сохранения исторической памяти. И нашу команду уже знают, любят, уважают во многих регионах нашей страны, поэтому мы побывали уже во многих городах нашей большой, прекрасной, необъятной Родины. Помимо основного состава нашей команды, у нас есть региональные представители. В Барнауле, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Казани, в Перми, в Краснодаре, в Воронеже, в Волгограде и в Сочи. Там, где сейчас я живу, благодаря пандемии, уже полтора года. Я знаю, что вы участвовали в мероприятиях в Артеке. Совсем недавно, буквально пару недель назад, что за мероприятия там проходили? Расскажите. Ну, в Артеке мы очень частые гости. Как я уже сказала, да, нас любят и уважают, поэтому приглашают. Основная наша деятельность – это физическая активность, популяризация спорта и здорового образа жизни. Мы проводим зарядки с детьми, мы проводим мастер-классы и мотивационные встречи для того, чтобы рассказать о своих историях успеха и передать эту искорку детям для того, чтобы они потом уже из этой искорки разожгли свой внутренний огонь и зажигали окружающих. Ну, в Артек не каждый может попасть туда, все-таки нужно постараться, чтобы быть участником этих мероприятий. А как можно, может быть, на других мероприятиях быть участником зарядки? Вот, например, просто зарядку по утрам мне делать лень, а если мне будет проводить олимпийский чемпион, я бы собралась и сходила. Вот куда идти, что для этого надо сделать? Ну, во-первых, у нас есть сейчас социальные сети, и пандемия показала, что мы можем выходить в онлайн-форматы. И во время локдауна всемирного наша команда записала очень много различных зарядок в домашних условиях. Как можно себя развлечь, можно так сказать, в домашних условиях. И какие упражнения можно делать в ограниченном пространстве. Мы записали совместно с АВЦ ряд тренировок. Мы запустили онлайн-конкурс «Зарядка дома РФ». Также очень успешно прошел он в социальных сетях. Но и когда сняли ограничения, мы с удовольствием проводим их на площадках нашей большой необъятной Родины. Это парки, это различные мероприятия подобного формата, где можно провести какие-то активности. Знаете, там есть команда «Звездный десант». Вы с такой теплотой говорите про «Звездный десант», про команду. Понятное дело, что это ваше детище. Есть ли, может быть, у вашего детище достижения, которыми вы особенно гордитесь? Особенно. Но мне кажется, все те мероприятия, в которых мы принимаем участие, они с какой-то теплотой проведены. И мы вкладываем в это частичку своей души. Но во время пандемии мы сформировали, знаете, такой вот распорядок дня для формирования сильного иммунитета. Если вам также будет интересно, я скину. И вот в ЗОЖ-пособии, инструкции по применению человеческого организма, я описываю, знаете, такую вот некую лестницу к идеальному образу жизни, которая состоит из семи основополагающих ступеней. Первая ступень – это ваше истинное желание изменить свою жизнь к лучшему. Как только оно у вас возникло, нужно переступать сразу на следующую ступень. Это действие. Потому что если не будет действия, первая ступень, она растворяется, превращается в пыль. Любое действие. Оно может быть просто записать в блокноте то, что вы будете делать по направлению к своей мечте. Ни в коем случае не откладывать на условный понедельник или завтра-послезавтра, а действует прямо сейчас. Третья ступень – это положительный настрой. Потому что оптимисты, они более удачливы. Потому что они их не боятся, а используют какие-то сложности себе во благо, как свой жизненный опыт. Четвертая ступень – это режим сна. Очень важно. Ложиться и вставать в одно и то же время. Я для себя определила идеальное время отхождения ко сну. Это с 10 до 11 вечера промежуток. И встаю с 6 до 7 утра. Потому что с 11 вечера до 3 часов утра идет активное восстановление нашего организма. И если мы будем от этого восстановления убирать час, два, три, а кто-то полностью убирает, то, соответственно, может накопиться какие-то сбои в организме, которые могут привести к поломкам нашей биологической машины. А нам этого не нужно. Мы же хотим прожить долгую, счастливую и очень эффективную жизнь. Следующая ступень – это закаливание. Закаливание тренирует наш иммунитет, что очень важно в настоящее время. Я очень люблю принимать контрастный душ с утра. Но так увлеклась этим процессом, что теперь в Черном море вообще не закрываю сезон. И когда в Москве появляется первая корочка льда на реке, я обязательно прихожу в клуб моржей и делаю тоже такие небольшие заплывы для того, чтобы потренировать свой иммунитет. Следующая ступень – это здоровое, разнообразное, правильное питание, как мы тоже ранее сказали. Для того, чтобы наш организм получал все необходимые микроэлементы и витамины в течение всей нашей жизни. Если вы едите мясо, значит, нужно чередовать с животных. Если рыба и морепродукты, соответственно. Если, как я, редко ем молочку и морепродукты, то это должно быть очень много растительного белка, такого как горох, фасоль, чечевицы, грибы, орехи, чтобы не было никакого недостатка в витаминах и микроэлементах. И следующая ступень – это физическая активность. Без зарядки никуда. Как я уже сказала, что в самом слове «зарядка» кроется ответ. Она нам нужна для того, чтобы раскачать жизненную энергию для воплощения наших планов на этот день. Также я очень люблю чередовать аэробную нагрузку с силовой. Аэробная нагрузка – это бег, это ходьба, это плавание, это сапы, это зимой коньки, лыжи. А силовая нагрузка у меня с собственным весом. Вот такие вот гантельки – это обычные приседания, выпады, просто отжимания от скамейки для груди, для трицепса. Поэтому если вы хотите заняться своим здоровьем, своим образом жизни, его нужно кардинально менять, если есть какие-то неполадки, и жить уже счастливой полноценной жизнью. Когда речь заходит о системном подходе, все боятся, наверное, одного и того же подводного камня, что система может дать сбой, и бог-то с ней, может быть, и не надо продолжать. Всем, наверное, знакомо сесть на диету, придерживаться какого-то правильного питания, сорваться один раз и сказать, ну ладно, значит, не в этот раз, начну с понедельника. Или то же самое касательно правильного режима сна или режима тренировок. Вот как себя не корить за сбои? Вот можно же, главное же продолжать, главное же не сдаваться. Конечно. Если вы хотите поменять свою жизнь, это не должен быть какой-то короткий промежуток времени, типа диеты, недельная, может быть, у кого-то она месячная. Нужно поменять систему своего восприятия этой жизни. Если вы понимаете, что это вам вредит, вы можете внутренне просто не взлюбить это, как это я сделала в свое время. Допустим, в нашей семье даже на Новый год сейчас нет шампанского, потому что мы решили заменить это все какими-то морсами, лимонадами. Мы не хотим изменять свое сознание, жить здесь и сейчас. И вот, да, я эту моду задала больше пяти лет назад, и сейчас, да, вся семья как раз-таки присоединилась. У нас праздники не классические застолья. Допустим, в прошлом году мы отмечали мое сорокалетие, зашли на гору, разбили там палаточный городок, потом сходили дальше, наверх поднялись за ледниковой водой, сделали вкусный обед, на следующий день спустились, сходили в баню. И у нас настолько много впечатлений осталось после проведения именно вот такого праздника, что у нас нет желания возвращаться к классическим застольям. А важно ли себя поощрять за правильные поступки, за правильный образ жизни, за то, что ты хотя бы вступаешь на путь ЗОЖа? Вот как себя можно похвалить? Я считаю, что многим людям нужно, чтобы их погладили по головке или самостоятельно погладить себя по головке. Вот как это можно сделать? Вы знаете, как только вы поймёте, что вы начали трансформацию изнутри, вам не нужно будет кого-то просить и говорить комплименты, потому что вы изнутри уже будете светиться той положительной энергией, которая у вас зародилась. Мы же не просто состоим из физического тела, у нас есть энергетическая оболочка. Почему? Говорят, на ментальном уровне мы чувствуем друг друга. Поэтому и когда вы меняетесь изнутри, это люди чувствуют, и уже вам будут говорить и комплименты, и к вам люди будут, говорят, потянутся, и вы будете видеть эти изменения в отражении в зеркале. Мне кажется, это самый главный стимул, ради которого нужно меняться. Спасибо большое за то, что вы делитесь такими рекомендациями, но мы сейчас говорим всё-таки и даём примеры, даём рекомендации людям, у которых вокруг множество возможностей, множество открытых дверей. Входи в любую, выбирай, как тебе дальше жить, в каком организме, с каким здоровьем, как долго, как счастливо и как эффективно. Есть, к сожалению, примеры, когда люди меньше способны выбирать. Я говорю, например, о воспитанниках интернатов, детских домов, где всё намного сложнее, жизнь не такая лёгкая. Я знаю, что ваша команда «Звёздный десант» много работает в этом направлении. Что вы делаете, как вы помогаете ребятам там? Ну, мы проводим такие же мероприятия, как и в любом другом детском сообществе. Мы проводим различные зарядки, тренировки и мотивационные встречи. Мы рассказываем, что человек может добиться всего, чего он захочет. Это главное – стремление и действие по направлению к своей мечте. Очень много примеров ребята рассказывают. Допустим, олимпийские чемпионы, как они добиваются успеха, через что им приходится проходить, через какие ограничения и лишения личные. Но это того стоит. То же самое и в творческих профессиях. Есть большая конкуренция, которую немногие выдерживают. Поэтому внутренний настрой, как мы себя настроим, так и мы будем достигать наших целей. Мне кажется, всё зависит только от нас самих, только от вас. А как реагируют ребята на ваши мероприятия? Получаете ли вы обратную связь? Потому что известно, что здоровый образ жизни по-хорошему заразителен. Если уж кто-то начинает, то обычно это надолго. Есть ли у вас примеры, когда к вам подходили ребята из детских домов, из интернатов или на каких-то других мероприятиях и говорили, что да, вы поменяли в их жизни что-то? Да, и очень много пишут в социальных сетях, в личных сообщениях благодарности не только дети, но уже и даже взрослые люди, которые говорят, что вот вы сподвигли кого-то изменить свою жизнь. И вы знаете, именно вот такие отзывы заставляют нас двигаться вперёд, потому что мы же как волонтёры занимаемся такой деятельностью, и, естественно, не собираемся прекращать. Нашему проекту команда «Звёздный десант» в 22 апреля 2022 года будет 7 лет, и мы хотим отметить наше семилетие с 7-дневным таким ЗОЖ-марафоном. Каждый день мы будем посвящать какой-то одной актуальной теме. Это будет добровольчество, это будет благотворительность, это экологические акции, это спортивные и другие мероприятия, которые также помогают развитию здорового общества нашей страны. Ну, тема волонтёрства, она вообще центральная у нас на марафоне. Мы говорили уже и о экологическом волонтёрстве, о политическом волонтёрстве. Если говорить про пропаганду ЗОЖ, можно ли воспринимать это шире, как вообще спортивное волонтёрство, что это популяризация спорта в целом, возможно, в будущем приведёт к спортивным достижениям на самом высоком уровне? Ну, я считаю, что наше волонтёрство немножко шире, чем просто спортивное волонтёрство. Как я уже ранее сказала, у нас и благотворительные мероприятия, и экологические акции. Это нужно объединить в какое-то более масштабное слово, не только спортивное волонтёрство. Но да, всё, что связано со спортом, это наша основная деятельность, с чего мы начинали. И я очень люблю рассказывать историю, с чего всё началось. Конечно же, со спортивного мероприятия. У меня произошла, можно так сказать, киношная история. В этом году я со своими друзьями в 2014 году приняла участие в гонке героев. Это, если вы знаете, такое спортивно-военно-патриотическое состязание с военной техникой. Она иногда стреляет, да. И вот в моём случае как раз-таки это и произошло. В момент, когда я проползала под танком, ну, было такое испытание, он выстрелил. И на какой-то момент я потеряла ориентиры, знаете, такой вот как белый шум и страх. Страх очень такой, вот животный страх, как говорят. Наверное, у меня было такое же. И я представила, что я попала в военное время, во время Великой Отечественной войны. Вот что ощущали эти люди, когда было то страшное военное время? Мне кажется, это настоящие герои, которые самоотверженно защищали нашу Родину. И вот я представила, что вот мы сейчас придём к финишу, примем тёплый душ, вкусно поужинаем, ляжем в тёплую постель. А вот у наших сверстников в то время не было будущего, и они не знали, что с ними будет. И вот это стало таким переломным моментом в моей жизни, как говорят, катарсис. И я думала, как же я могу быть полезной в своей стране. И 2014 год как раз-таки был таким очень сложным. На Украине случился переворот. Слава Богу, Крым вернулся в родную гавань, как говорят. И очень много в социальных сетях началось литься негативной информации в сторону России. Начались такие так называемые диванные войны, в которых, конечно же, я принимала участие, защищая свою Родину. Но меня, можно сказать так, отправляли технично на кухню варить борщ. Может быть, это стало таким тоже стимулом, чтобы доказать, что обычная женщина может сделать что-то хорошее и полезное для нашей страны. И вот уже весной 2015 года я рассказала о своей идее своим знакомым друзьям, своим известным друзьям, которые приняли мое приглашение. И вот все началось с 20 человек, а сейчас на данный момент нас больше 100, плюс региональные представители. Сначала это было просто, знаете, как кружок по интересам, 20 человек. Потом он перерос через несколько лет в социальный проект. А сейчас мы перерастаем во всероссийское движение «Звезды десанта». А вот по вашим наблюдениям, насколько, в принципе, ЗОЖ как форма, как образ жизни становится популярнее среди молодежи? Видите ли вы, что рост интереса наблюдается ли он вообще? Конечно, конечно. Мне кажется, нынешняя молодежь, она более осознанно и ответственно относится к своему здоровью, нежели мы в свою молодость. Допустим, я в своей молодости думала, что пить, курить – это вообще норма жизни, нормально, да? И алкоголь продается в продуктовых магазинах, хотя это нонсенс. Да, а потом, знаете, как щелчок такой произошёл, и думаю, нет, подождите, стоп, мне кажется, жизнь, она должна быть какой-то другой. Что-то здесь не так, какой-то здесь есть подвох. Да, действительно, есть, и я это поняла. И очень надеюсь, что нынешнее поколение сейчас как раз-таки более осознанно относится к себе. Они понимают, зачем они пришли в этот мир. Не просто жить и наслаждаться, а сделать что-то полезное, что поможет развитию нашей страны, ну и вообще мира в целом. Ну это внушает надежду, это прекрасно. Я хочу ещё раз напомнить, как говорила вначале, у нас есть большая онлайн-аудитория, и к нам уже приходят вопросы из интернета. Вот один из них Елена Аксёнова спрашивает. У вас очень насыщенный график совещания, форумы, перелёты. Как вам удается соблюдать режим? Очень хороший вопрос, потому что вот, например, тот же сон, как вот его соблюдать, когда столько дел, и везде надо успеть, везде надо быть в форме, быть в тонусе и при этом решать серьёзные задачи. Но я стараюсь придерживаться графика. Также ложусь, допустим, если мне нужно рано встать, я ложусь в 10 вечера для того, чтобы встать в 6 утра и переехать, допустим, в аэропорт и прилететь в Москву из Сочи, как это было вчера. Если по поводу еды, то у меня с собой всегда контейнер двухсекционный. Если я понимаю, что у меня нет возможности пообедать, у меня с собой НЗ, неприкосновенный запас до определённого времени, который я могу использовать, чтобы не навредить своему организму. Потому что если его морить голодом, он потом может отомстить и накопить чего-нибудь лишнего. Поэтому я очень-очень стараюсь, можно сказать так, подбивать свой график для того, чтобы не навредить самой себе. Это надо иметь железный стержень, железную дисциплину. Да, это первая ступень, истинное желание изменить свою жизнь к лучшему. И тогда дисциплина как бы сама приложится, это не будет так сложно её придерживаться. Спасибо большое. У нас есть ещё один вопрос онлайн. Ирина Куприна, сколько времени вы лично уделяете спорту и чем занимаетесь? Утром это утренняя зарядка, приветствие солнцу, Суринамаскар и пять тибетских жемчужин. Если у меня очень мало времени, то я провожу только первую часть зарядки, которая занимает у меня минут 10 максимум. Это элементы йоги, это дыхательная гимнастика и это такие, знаете, аффирмации на день. Это вот то, о чём я говорила, что духовно-нравственное развитие, которое начинается утром во время зарядки. Если у меня времени побольше, то я также добавляю пять тибетских жемчужин, которые ещё добавляют 20 минут к моим утренним практикам. Также я люблю заниматься собственным весом, как я уже ранее сказала, это приседания, это отжимания от скамеек. И иногда бывает, я хожу в тренажёрный зал, чтобы более основательно прокачать все группы мышц. Но это бывает очень редко и только по желанию. Также я люблю бегать и часто меняю силовые нагрузки. Допустим, сегодня у меня был один комплекс упражнений. Я им занимаюсь в течение месяца. Следующий месяц я меняю, чтобы мышцы не привыкали и дальше уже включались другие мышцы, которые были ранее не задействованы. Я хочу сказать спасибо нашей зрительнице за вопрос. Хотя меня немножко всегда такие вопросы смущают, сколько лично времени кто-то тратит на что-то. Поскольку с чего мы начинали? У каждого всё-таки должна быть своя нагрузка. Можно себе выбирать, наверное, примеры, надо к кому-то стремиться, но не надо прямо досконально следовать и пытаться повторять. Ни в коем случае. У нас есть ещё вопросы онлайн. Сейчас выведут на экран. Ваши друзья, родные, все ли приверженцы ЗОЖ? Сейчас уже да. Как говорят, любой пример заразителен. И если мы будем демонстрировать только положительный, яркий пример, то и все остальные захотят ему последовать. Ну и, соответственно, и изменения в нашем обществе будут намного стремительнее меняться в ту сторону, в которую мы направимся. Поэтому да. Как говорят, что, например, друзья какие-нибудь могут отвалиться, когда выбираешь здоровый образ жизни, вместо того, чтобы в пятницу пойти с друзьями где-то посидеть, ты говоришь, нет, у меня режим, я спать, у меня завтра с утра в 6 встаю, афирмации не до вас, и всё. И как бы некоторые друзья не выдерживают такого нового человека. Да, бывает такое, но это, как я называю, естественный отбор в нашей жизни. Если нам не по пути, тогда мы можем оставаться в приятельских отношениях, но не так близко дружить. И это тоже присутствует. Если вы хотите изменить свою жизнь, то готовьтесь к тому, что с некоторыми друзьями придётся расстаться. Ну это как любой серьёзный выбор. Ты делаешь выбор для себя в первую очередь, а соответствующие люди, они с тобой будут, они сделают с тобой же этот выбор. Настоящие друзья всё равно останутся рядом с вами. Дорогие друзья, напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос. Если они есть, поднимайте руку, пожалуйста, представьтесь и задавайте вопрос. Добрый день, меня зовут Сахиб, я студент университета Синергия. И у меня такой вопрос, то что столько всего интересного я сейчас услышал. И вообще с чего стоит начать, чтобы достичь этого здорового образа жизни со сна или каких-то отказов от вредных привычек, правильного питания? Что является вот этим, можно сказать, главным шагом к этому достижению? Большое спасибо за вопрос. Но я ещё раз повторюсь, как я ранее описала, свою лестницу к идеальному образу жизни. Она как раз таки, вот первая ступень, она самая основополагающая. Вы должны понять, к чему вы хотите дойти изменениям в своей жизни. Вы понимаете свою цель, вы к ней движетесь и, соответственно, дальше добавляете позитивный настрой, режим сна, потом закаливание, правильное питание, физическая активность. Но вы можете эти ступени менять местами, но они должны всегда присутствовать. Знаете, здоровый образ жизни – это такая очень сложная система. И она идеально функционирует, если все пункты выполняются. Но если вы один уберёте, всё, происходит сбой. Потому что если вы занимаетесь спортом, но неправильно питаетесь, это уже будет неэффективно. Или наоборот, вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но у вас негативные мысли, вы можете себе надумать каких-то болезней. И бывает же такое, да, все говорят, проблемы от головы. Поэтому выполнение всех пунктов приведёт вас к положительному результату. У меня ещё один вопрос. А вот вообще здоровый образ жизни – это не так просто. И вот я каждый день, к примеру, хочу этого, но иногда хочется часто, да, там, фастфуда какого-нибудь или газировки. Как с этим справляться? Ну, это внутренний настрой. Допустим, когда я узнала, насколько вреден фастфуд, вот эти сладкие газировки, алкоголь, то я это искренне не взлюбила. Понимаете? Наш внутренний настрой, он настолько мощный, мы даже не знаем, на что способен наше сознание. И теперь мимо фастфуда я не могу просто пройти, меня начинает передёргивать. Настолько я себя убедила, что это вредно и невкусно, что даже запах неприятен. Мимо полок с алкоголем я также в магазине не могу пройти. Меня тоже, знаете, я удивляюсь, почему они до сих пор в магазинах находятся. Как минимум, я думаю, что должны перенести алкоголь и сигареты в специализированные магазины, чтобы они не стояли рядом с детским питанием в одном и том же помещении. Спасибо большое. Я вижу, что у нас ещё есть руки. Вот молодого человека есть к микрофону. Пожалуйста, представьтесь. Да, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я очень учусь в институте энергии. И такой вопрос. Что может мотивировать человека подниматься по утрам, заниматься разминкой и спортом, да и в принципе вести в дальнейшем здоровый образ жизни? Ну, те положительные изменения, которые будут дальше в вашей жизни. Я, наверное, буду повторяться. Но что мотивирует, допустим, моего сына? Моему сыну 15 лет. И когда он начал заниматься физической такой сильной активностью, он видит изменения своего тела в зеркале. Ему это нравится. И вот это заставляет двигаться вперёд. Ваши изменения — это самый главный стимул, то, к чему нужно стремиться. Я понимаю, почему такой вопрос, потому что я тоже человек, которому хочется здесь и сейчас. То есть какой-то стимул, что это будет когда-то. Нет волшебной таблетки. Поймите, что зависит только от вас. Только от вашего желания изменить свою жизнь. Никто не сможет сделать вас здоровыми и счастливыми. Абсолютно никто. Ни родители, ни преподаватели, ни работодатели, ни даже государство. Никто. Никто. Только вы сами. Трансформация окружающей реальности начинается внутри каждого из нас. Хочешь изменить мир — измени себя. Это девиз нашей команды. Это на самом деле страшно и здорово, что всё зависит только от тебя. Это большая ответственность, но зато только ты можешь с собой сделать всё, что угодно. Я видела, что у нас есть ещё одна рука в зале. Я прошу передать микрофон. Просто представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я только что поняла, что я ваш единомышленник, потому что веду похожий образ жизни. Очень легко становиться на путь правильного образа жизни, здорового образа жизни, когда ты достиг возраста осознанности. Особенно, когда ты начинаешь стареть, и тебе хочется как можно дольше оставаться молодым, полным силой энергии, шикарно выглядеть так, как вы. Потому что так, как вы выглядите, та энергетика, которую вы излучаете, — это самая лучшая, мне кажется, пропаганда правильного образа жизни. Но как быть с тинейджерами, которые ещё это не понимают, они думают, что они вечно будут молодыми, здоровыми. Когда они приходят в школу, вокруг у них одни сладости, у них нет правильного питания. Есть ли какие-то лайфхаки, как развернуть подростка к этому пути до того момента, пока он увидит результат, когда он видит своё отражение в зеркале, когда он почувствует вот эту силу? Ну да, как я ранее сказала, что почему я написала ЗОЖ-пособие. И мы с коллегами очень часто обсуждаем темы здорового образа жизни, и пришли как раз-таки к выводу, что каждому человеку при рождении нужно выдавать такое ЗОЖ-пособие, в котором будет описано всё то, как негативное влияет на наш организм, как мы можем себя быстро загнать в условный угол. И буквально недавно, в марте этого года, я защитила диссертацию, название которой «Государственная медиаполитика Российской Федерации по формированию здорового образа жизни». Это должна быть массовая пропаганда, не побоюсь этого слова, именно здорового образа жизни. Мы должны рассказывать на всех телеканалах, во всех социальных сетях, как вредные продукты влияют на наше развитие, и тем более в детском возрасте, потому что это же кирпичики, из которого строится наша жизнь. И я как раз-таки своему сыну всегда объясняю, что сейчас ты растёшь, и ты строишь, можно сказать, такой условный свой домик из некачественного строительного материала. И он может не дожить, допустим, до какого-то определённого количества лет, а его просто сдует ветром. Поэтому нужно максимально рассказывать в школах, в институтах, по телевизору, во всех сообществах. И я думаю, что Российское общество знания будет заниматься такой популяризацией, и наши дети с самого раннего возраста будут знать, что такое хорошо и что такое плохо. Я считаю, что именно этим и должно в том числе заниматься Российское общество знания. Вот мы сегодня день начали с разговора про экологию. И вот когда речь зашла о том, как менялось сознание людей, почему мы вообще больше стали говорить про экологию, про почему это важно, ответ был нашего эксперта такой, что когда был назначен год экологии, то есть когда это на самом высоком уровне стало звучать, когда это после было прописано в Конституцию, что для нас важна наша окружающая среда, наша природа и прочее, люди стали больше об этом задумываться, больше говорить. Это больше в общественном пространстве, в дискуссионном пространстве стало звучать. Как-то это хочет человек или не хочет в его сознание стало попадать. Вот можем ли мы с точки зрения ЗОЖ, вы немножко уже начали об этом говорить, также влиять? То есть насколько это должно быть массировано сверху для того, чтобы менялись прям тектонические сдвиги в этом были направления? Что ещё, может быть, нужно делать? Ну, я расскажу тоже о собственном примере. Когда я начала заниматься своим образом жизни, когда я его начала менять, то как только ты приводишь в гармоничное состояние свой организм, тебе хочется помогать другим, тебе хочется помогать людям, своей природе, своей стране. И это всё взаимосвязано. Это звенья одной цепи. Потому что когда ты осознан, ты осознанно относишься ко всему окружающему. Даже привожу такой вот негативный пример. Если человек стоит, курит в общественном месте, где есть люди, где есть просто некурящие дети, и человек покурил и бросил на землю или куда-то там, не знаю, на травку или в реку окурок, это меня очень-очень сильно задевает. И я не молчаливый наблюдатель. Я всегда подойду к такому человеку и попрошу его по-доброму, чтобы так больше не делать. Во-первых, это выбор только его. Если он хочет курить, да, он может отойти и сделать это в другом месте, не травя окружающих. И тем более не загрязняя природу. Она уж точно не может нам ответить, хотя уже отвечает. Ну, если резюмировать, нужны какие-то действия всё-таки сверху, но каждый должен быть ответственен и небезразличен к тому, что происходит вокруг. Это, наверное, в любой сфере, не только касательно здорового образа жизни, применительно. Я в завершении нашего разговора предлагаю немножко, может быть, нам подвигаться, потому что вот ребята, например, сидят на таких вот пуфиках, удобных, но, наверное, не самых правильных с точки зрения осанки. Мы тут тоже сидим уже немножко, закостенели, возможно. Можем ли мы сделать какие-то пару упражнений, которые приведут нас в тонус, будут нам полезны, как-то взбодрятся? Конечно. Я же уже ранее сказала, что для того, чтобы размяться, нам нужна ровная поверхность и расстояние наших вытянутых рук. Поэтому давайте встанем. Давайте. И сделайте так, чтобы вы никого не задели в шахматном порядке. Есть у нас какая-нибудь музыка бодренькая? Есть у нас какая-то музыка? Да. Мы сделаем разминку сначала головой. Это суставно-связочная разминка. Поворачиваем голову в одну сторону, затем в другую сторону. И чуть быстрее. Теперь вперед и назад. И быстрее. Теперь включаем наши плечи. Можно немного пружинить ногами. Вперед. Включаем наши локти. Пушкин в другую сторону. Вон и Пушкин к нам присоединил. Я же говорю, любой пример заразителен. А теперь делаем большие махи. И назад. Чувствуете, уже жар пошел, да? Все лучше. И настроение улучшается. Это все взаимосвязано. Теперь мы делаем круговые движения тазом. И в другую сторону. А теперь делаем заклесты ногами. Можно руки включить. Давайте, давайте, не филоньте. И вперед. Отлично. А теперь мы становимся на носочки. И перекат на пятки. Носочки. Пятки. И задержитесь на носочках на несколько секунд. На пару секунд хотя бы. Так. Раз. Почувствуйте, как напрягаются ваши голени. Теперь встряхнули. Делаем глубокий вдох. Выдох. Еще очень-очень глубокий вдох. И на выдохе отпускаем всю негативную информацию. Все несчастья, все неудачи ушли с выдохом. А на вдохе к нам приходит счастье, здоровье, удача, любовь, успех, благополучие, радость. Аккумулируем эту энергию в наших ладошках. Нужно обязательно их растирать. Потому что ладошки связаны с каждым органом нашего организма. А теперь берем эту энергию и окутываем все наше тело. Кладем себе их на грудь. Чувствуем, как эта положительная энергия растекается по всему нашему телу. Каждая клеточка начинает светиться счастьем, здоровьем, любовьем, благополучием. А теперь открываем наши ладошки. И делимся этой энергией со всеми окружающими, с людьми, с природой, с воздухом, с землей. Помните, мы получаем все то, что излучаем в этот мир. Поэтому будьте добрыми, открытыми, счастливыми. Я желаю вам счастья, здоровья и любви. Прекрасный финал. Спасибо большое. Это аплодисменты вам. Злата Чупырна – это основатель команды «Звездный десант», куратор федерального направления «Здоровый образ жизни». Злата, спасибо вам большое и за рассказ, и за такой заряд энергии. Нам его хватит на весь день, я уверена. Благодарю вас. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, что работа нашей дискуссионной площадки продолжается совсем скоро. Мы обсудим то, как волонтеры помогают детям-сиротам. Это очень важная и серьезная тема. Так что оставайтесь с нами. Будет очень познавательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...